Сотни казахстанских женщин сегодня трудятся в рядах МЧС. В январе 2008 года при Центре медицины катастроф была создана психологическая служба. Ее подразделение открыли во всех регионах. И представительниц прекрасного пола, которые там трудятся, становится больше и больше. Благодаря женщинам-психологам эффективнее стала и работа мужчин. Ведь в душе каждая женщина-спасатель. Представьте себе, что вы гора. Азылхар должен пройти через этот город. То есть вы должны будете сделать максимальные трудности для него. Вот так психолог Саида Мухаммеджанова в прямом смысле строит мужчин. Причем не только по праздникам. Люди самой отважной и мужественной профессии на тренингах Саиды подчиняются ей безоговорочно. Вместе выезжаем на крупные аварийные специальные работы, на пожары. У специалистов в своей сфере. Очень подготовленный человек. Оказывает, во-первых, психологическую помощь. Пострадавшим. И как быть в этой ситуации. Девушка с открытой душой и добрым сердцем. Так характеризует Саиду коллеги. В пожарную службу девушка пришла пять лет назад. О том, что сменила работу школьного психолога на службу в МЧС, нисколько не сожалеет. Я хотела именно такую работу, чтобы быть полезной для общества. Это мое призвание. Именно работать в структуре МЧС. Помогать, спасать, оказывать помощь. Действительно. Я думаю, это мое. Думаю, я себя нашла на этом поприще. Саиду учат коллег-мужчин стрессоустойчивости. Она и сама, если надо, готова и войти в горящий дом, и взобраться на бронто-скайлифт. До сих пор помнит, как рискуя собственной жизнью, спасла ребенка. Тогда не задумывал, что пятый этаж, узкая автолестница, юбка, неудобные обувь. На самом деле было абсолютно все равно. Потому что главной целью у меня было дойти до цели и спасти девочку. Я взобралась на эту автолестницу, девочка кинулась ко мне на шею. В департаменте ПЧС сегодня трудится три психолога. На их хрупких женских плечах лежит огромный фронт работ. Асиль Русалиева, Баладжер Гасов, Уральск.